Приветствую вас, что-то уровень выбора, о котором вы говорите, является выбором персонифицированным, персонифицированных выборов. То есть, какой я буду кофе, какой я буду чай, что я буду там на завтрак, на обед, на сердце, такие вещи, где нету заранее заведомо готового решения. Это связано с тем, что трудности при принятии такого решения связаны с тем, что человек не может, у него не получается, как бы это сказать, отличить себя от других. То есть, он привык руководствоваться мнением других, либо не доверяет себе и не уверяет в себя. При этом, на уровне выбора партнера, на уровне выбора работы, как вам и сказал моя коллега, это может не сказываться. Почему? Потому что подобный выбор зачастую предопределён. Это выбор, который предопределён. Или может быть предопределён. То есть, нужно понимать, что если человек в младшах, не может принять решение, какое-то. Это совсем не означает, что он, ну, не сможет принять решение где-то ещё, в каком-то ещё месте. Это нужно понимать, потому что вещи, как бы, разные. Вот, это разные вещи. Да, они в чём-то совпадают, безусловно, но вещи, это всё же разные. Поэтому корреляция между двумя этими элементами может и не быть. Вот. Точнее, правильнее было бы сказать, что она необязательна к корреляции. Но, ну, очевидно, что подобное проявление человеческой активности показывает, что на уровне персонификации, на уровне индивидуальных особенностей, если угодно, человек может испытывать затруднения. Ну, вполне может быть, что вам что-то напросто нужно будет знаете, показать человеку какие-то ну, может быть, алгоритмы, может быть, какие-то ориентиры, если уж она попасть в балда, то это всё не критично. непривык человек выбирать что-то именно для себя. Да, он непривык. Ну, и что такого? Ну, непривык человек, бывает. А его можно научить, в принципе. Если это важно, если это серьёзно, конечно. А если не серьёзно, то и учить не обязательно. Вот вот поэтому для него определять эти моменты. И всё. Он вам ещё спасибо сказал. Не нравится такой момент, да? Не нравится, что человек не принимает решение. Ну, тогда это уже вопрос вашего выбора и принятия. То есть, ни одни отношения без принятия не могут быть. Либо вы принимаете его, либо нет. Либо вы принимаете его целиком и полностью, безусловно, либо нет. Потому что неполное принятие, да, неполное принятие человека. Ну, оно ведёт, во-первых, к фрустрации, как раз, о чём вы пишете в тегах своего вопроса. И, во-вторых, к неудовлетворённости, к ссорам каким-то. Вот, в общем, совершенно такие ненужные вещи, которые можно сказать, ну, только вредят. Вот. Не больше, и не меньше. Вот. И, соответственно, соответственно, ведь, поскольку именно вам с этим человеком жить, вам, как бы, ну, за него не быть ответственным, да, в некоторой степени, то лучше будет, если вы выберете уже кого-то, кого-то такого, кто бы вас устроил полностью, да, просто, если вы чувствуете, что есть какие-то проблемы, если вы чувствуете, что вам что-то не нравится, что-то не выстраивает, то вряд ли, вряд ли это изменит в ближайшее время. Я бы, даже сказал, что наоборот, только будет усиливаться, потому что, ну, люди, люди не становятся лучше со временем. И, если на какие-то недостатки человека закрывать глаза, то очень легко нарваться на вот эту вот мину замедленного действия, когда, вроде бы, перед собой тот же самый человек, но при этом ты понимаешь, что он другой ужас. А тебя с ним связывают много вещей, да? Вот. Поэтому я рекомендую вам подумать об этом, я рекомендую вам не торопиться, ну, как-то вот с выбором, да, не торопиться с принятием решения. Вот. Не надо торопиться с принятием решения. Вот. Подумайте и поприслушивайтесь к себе. если вам или нет. Если сомневаетесь, не знаю, боитесь, переживаете, то лучше подождать, подождать, подрекматривать, еще еще поговорить или, может быть, даже поговорить с этим человеком, чтобы он вам как-то объяснил, может быть, свою позицию, сказал вам, чем вообще продиктовано вот такое его поведение. Может быть, если он вам объяснит, то проблем-то будет гораздо меньше. Вот. Понимаете? Главное тут не бояться. Не бояться и не думать о том, что что-то неправильно. Неправильно это когда вы решаете какой-то вопрос, да, и соглашаетесь вот как бы против воли. Вот это вот неправильно. Это да. Это неправильно. А в остальном, в остальном, в принципе, все более, чем нормально. я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Вот. Надеюсь, что он вам, мой мой ответ помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. удачи, вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.